Добрый день, в эфире новости на телеканале CBC, в студии Телли Гусейн Задей, в начале коротко о главном. Апрельские бои – решительный шаг к освобождению оккупированных территорий. Семь лет назад весь мир увидел силу азербайджанской армии, азербайджанского государства и народа в волю к победе и восстановлении справедливости. Карабах превращается в зону зеленой энергетики. В отстраиваемых заново городах и селах применяются передовые решения, реализуются крупные транспортные инфраструктурные проекты. Восстановление биоразнообразия Каспия в рамках инициативы по охране водных ресурсов в акваторию моря в Сиазаньском районе выпущен крупная партия мальков-лосося. Минувшую ночь в Тель-Авиве прошла крупнейшая за последнее время акция протеста. Тысячи израильтян вышли на улицу, скандируя антиправительственные лозунги и требуя отмены судебной реформы. Семь лет назад азербайджанская армия, дав достойный ответ на совершенную против нее провокацию, доказала, что оккупация земель не будет длиться вечно. Апрельские бои 2016 года не случайно называют предвестником уверенной победы вооруженных сил Азербайджана во Второй Карабахской войне. Съемочная группа CBC поговорила с участниками тех исторических боев. Апрельские бои 2016 года называют одним из главных военных триумфов страны. Тогда, в ответ на провокацию вооруженных сил Армении, азербайджанская армия блистательной контратакой разгромила противника. Бои начались с 1 на 2 апреля и продолжались 4 дня. От армянской оккупации тогда были освобождены свыше 2000 гектаров земли. Наша армия написала славную страницу военной истории. Все это время весь азербайджанский народ был рядом с нами. Мы чувствовали эту поддержку. Я горжусь, что смог внести хоть какой-то вклад в достижение этого большого успеха. Отступление врага и уничтожение их постов каждый раз придавал нам еще больше сил для продвижения. В результате все это привело нас к победе. Первостепенной задачей для азербайджанской армии было освобождение от армянской оккупации стратегически важных высот. Поставленная цель была достигнута. В результате успешных операций от оккупантов были полностью очищены высоты в направлении села Талыш, а также стратегическая высота Лелетепе. С этих высот объекты противника были как на ладони. Речь идет о стратегически важных объектах. Это позволяло контролировать передвижение вражеских войск, что в определенной степени повлияло на ход событий во Второй Карабахской войне и позволило нам выполнить приказы с меньшими потерями. Освобождение стратегических высот позволило устранить угрозы населенным пунктам Азербайджана, ведь армянские вооруженные силы с этих позиций постоянно подвергали обстрелу гражданское население. Провокация Армении обернулась против нее самой. Контроль над обширной территорией перешел Азербайджану. Сразу после апрельских боев 2016 года был дан старт процессу Великого Возвращения. Уже в январе 2017-го на родные земли вернулись уроженцы села Джоджукмарджанлы Джибраильского района. Апрельские бои стали нашей первой победой после Первой Карабахской войны. В свой вклад внесли и ракетно-артиллерийские войска, обеспечивая огневую поддержку. Была ликвидирована многочисленная живая сила и военная техника противника. Для нас было важно защитить наших мирных граждан от постоянных обстрелов, которые осуществлялись с армянской стороны. Мы обеспечили свободное и безопасное проживание для жителей. Апрельские бои 2016 года также называют важной проверкой боеготовности азербайджанской армии. Тогда вооруженные силы Азербайджана впервые испытали в бою новую военную технику. Среди них различные беспилотники из системы залпового огня. Высокий профессионализм на поле боя удалось продемонстрировать в том числе благодаря многочисленным учениям и военным парадам, которые активно проводились с 2008 года. Апрельские события также показали сплоченность азербайджанского народа. Это еще больше подкрепило веру населения в скорое освобождение тогда еще оккупированных территорий. Противник столкнулся с решимостью и непоколебимой волей к победе азербайджанской армии. Они были намерены наступать, но в итоге эти бои запомнились для них одними отступлениями. Во время апрельских боев вражеские силы наконец-то поняли, насколько мощна у нас армия. Противник просто бежал с господствующих высот. Победа в апрельских боях и последующие военные триумфы стали возможны благодаря тем реформам, которые годами проводились руководством страны. Арсенал вооруженных сил Азербайджана пополнился современным оружием. Во время апрельских боев азербайджанская армия уничтожила до 30 танков, более 25 артиллерийских установок и другую боевую технику противника. Свыше 320 армянских бойцов удалось ликвидировать, более 500 получили ранения. Миф о непобедимой армии был развенчан. Тогдашнее руководство Армении пыталось скрыть от общественности реальную картину потерь. Но вскоре в стране начались массовые отставки. Были арестованы высокопоставленные чиновники. А через два года власть третьего президента Армении Сержа Сарксяна была свергнута. Мы с высокой точностью определили позиции подразделений противника и использовали координаты для их точного поражения. Мы знали, что выпущенные снаряды попадали именно в посты вражеских сил. Полученный во время апрельских боев опыт нам удалось применить во Второй Карабахской войне. Это придало нам еще больше уверенности в своих силах. Невозможно описать словами, как мы радовались освобождению каждого села, каждого города. Это было для нас главным стимулом. После апрельских боев для азербайджанской армии начался цикл новых побед. В 2018 году в результате успешной операции, проведенной Нахчеванской отдельно-общевойсковой армией, были освобождены 11 тысяч гектаров земли, захваченной армянами в начале 1990-х годов. Флаги, поднятые на этих территориях, были продемонстрированы 26 июня 2018 года на торжественном военном параде в Баку в связи со столетним юбилеем вооруженных сил Азербайджана. Выступая там, президент Ильхам Алиев заявил, что в скором времени знамя будет развиваться и на других азербайджанских территориях, которые на тот момент были еще оккупированы. Спустя время так и произошло. Территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. А поднятые в Карабахе флаги также были продемонстрированы на военном параде, посвященном победе в 44-дневной войне. Шамистам Амедов, Анар Алиев, Сибиси. Рагиф Аббасов Главные исторические уроки апрельских событий. Спасибо. Конечно же, мы даем дань уважения нашим шахидам. Огромное спасибо нашей армии во главе с главнокомандующим, вооруженным силам нашей армии, господином президентом. Как вы подчеркнули, да, именно сегодня исполняется 7 лет со дня победы нашей армии. Азербайджан об апрельских боях 2016 года, в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года, и в течение дня наши все приграничные населенные пункты подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана в прилижающие районы был нанесен огромный ущерб. Погибли гражданские лица, среди которых были дети, младше 16 лет, очень много было раненых. В результате атак также был нанесен серьезный ущерб. Общественные и частные собственности, в том числе гражданской инфраструктуре, были разрушены жилые дома, электрические подстанции. И как бы ответом наши вооруженные силы нанесли контур, значит, ответ по армянской армии. И в результате чего в направлении Агдаря-Тетер, Агдамы, Каджавинска, Физуристских районов были освобождены наши земли. И в результате четырехдневных боев подразделения вооруженных сил Азербайджана освободили также высоты в районе Талыш, Сей-Сулан, Ля-Ля-Тя-Пя. В последующем это заложило основу нашим новым победам. Естественно, значит, в ходе этих четырехдневных боев мощь азербайджанской армии, сила экономическая, мощь нашей страны, общественная поддержка, поддержка населения и народа армии, очное свидетельство тому, что, значит, несмотря на то, что неоднократно с нашей стороны были предупреждения о том, что провокации будут пресекаться, значит, они не были услышаны, и азербайджанская армия сделала то, что должна была сделать. Естественно, военно-патриотический дух, высокий настрой, право на то, что принадлежит нам, историческая справедливость должна восторжествоваться. Этот дух был очень высок, и, соответственно, мы спустя 4 года, в 2020 году, с 27 сентября по 9 ноября, в течение 44-дневной Отечественной войны, освободили оставшие наши оккупированные земли. Однозначно нужно говорить о том, что апрельские бои – это начало наших побед. В истории азербайджанской военной, как военной, так и в истории нашей страны это запомнится. Мы чтим память наших шахидов, тех, кто стали шахидами в этой 4-дневной войне. Еще раз говорим о том, что наша страна в лице нашего президента, в лице наших вооруженных сил неоднократно подчеркивала, и сегодня об этом говорить, что любая провокация, и в последующем, если какие-то реваншистские силы о чем-то будут думать, они будут жестоко подавлены. Трагиф Майлович, события тех дней в зоне боевых действий, конечно же, в очередной раз показали единство духа в азербайджанском обществе. На ваш взгляд, почему это так важно? Если говорить о патриотизме именно молодежи, что больше всего сейчас ценится в современной молодежи? Ну, вы знаете, господин президент, об этом тоже подчеркнулось. Выросло новое поколение молодежи, которое воспитывалось духе патриотизма, постоянно доводилась информация, молодежь видела, что по отношению к нашей стране ведется несправедливая борьба, несмотря на наши призывы мировому сообществу, несмотря на международные документы, которые однозначно говорили о том, что оккупированная территория Азербайджана должна освободиться. Но они не выполнялись. Поэтому молодежь Азербайджана, она, зная свои права, основываясь на историческую справедливость, на нормативно-правовые документы, она встала на защиту своей Родины. И единство народа, это законоперно, потому что Азербайджан – это многонациональная сторона, мультикультурная сторона, и все народы, проживающие на территории Азербайджана, однозначно выступили за территорию, за территориальную справедливость, за территориальное восстановление нашей страны. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Рагиф Абасов, начальник главного управления молодежи и спорта города Баку, подключался к нам на прямую связь. Поставив задачей высокое качество реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, правительство контролирует ход восстановительных работ в Карабахе. В отстраиваемых заново городах и селах применяются самые современные решения, а регион превращается в зону зеленой энергии. Одновременно будут реализованы крупные транспортные и инфраструктурные проекты. Возобновляемые источники энергии в Азербайджане в последние 10 лет демонстрируют стабильный рост, в особенности в гидроэнергетике. Согласно действующей стратегии социально-экономического развития, страна нацелена на повышение доли ВИЭ в общей генерации 17 до 24% в 2025 году и до 30% в 2030 году. Для этого планируется ввод в эксплуатацию 1500 мегаватт мощности в сфере альтернативных источников энергии. Среди планов Азербайджана – использование потенциала ветровой энергии на Каспии и увеличение мощности солнечной электростанции. Азаб отметим, что Азербайджан планирует превратить освобожденные районы в зону зеленой энергии. Производство солнечной и ветровой энергии на этих территориях может достигать 9-10 тысяч мегаватт. Уже в 2021 году на дооккупированных землях были восстановлены 4 гидроэлектростанции общей мощностью в 20 мегаватт. В текущем году планируется реконструировать еще 5 мощностью 27 мегаватт. Мы, используя водные ресурсы Латчинского и Кельбаджарского районов, создадим крупный источник энергии. Сейчас быстрыми темпами идет строительство гидроэлектростанции в Латчинском, Кельбаджарском, Зангеланском и ряде других районов. Мы получаем более 50 мегаватт энергии. Первая построенная станция была в деревне Гюлябирт. Этот проект был реализован. В целом же поставлена задача, чтобы к концу этого года мощность гидроэлектростанции в освобожденных районах достигла 200 мегаватт, а в перспективе она должна достигнуть 500 мегаватт. Латчинские и Кельбаджарские районы обладают большим потенциалом ветровой энергетики. Решение Азербайджана увеличить долю возобновляемых источников энергии в электрогенерации в первую очередь направлено на снижение выбросов в атмосферу. Этот вопрос актуален для многих стран. Кроме того, национальная стратегия по расширению возобновляемых источников энергии также результат необходимости диверсифицировать энергоресурсную базу страны. Получая альтернативную энергию, Азербайджан сможет увеличить потенциал экспорта природного газа за счет сэкономленных объемов голубого топлива. Это актуально в свете растущего потребления газа в мире и высоких цен. Сегодня большим потенциалом в секторе возобновляемых источников энергии обладают Карабах и Восточный Ценгизур. В 2021-2022 годах на их восстановление направлено до 4 миллиардов долларов. В текущем году на эти цели отведено минимум 1,7 миллиарда долларов. Стоит отметить, что за годы оккупации сотни городов и сел Азербайджана, а также инженерные инфраструктуры на этих землях были преднамеренно разрушены. Мы получили территории, которых надо восстанавливать с нуля. И в данный момент это так и происходит. Происходит восстановление этих территорий на основе новейшей техники, технологий, инновации. И мы знаем, что процесс восстановления этих территорий происходит не просто так. Первым начал восстанавливаться город Шуша. И первым делом там началась восстанавливаться инфраструктура городская, будь то водная, строительство линии электропередач, канализация, восстановление газоснабжения, строительство дорог. В основе планов Азербайджана по восстановлению городов и сел также лежит концепция создания смарт-системы. Она в последние годы стала ведущей тенденцией в мире и нацелена на облегчение жизни людей. Умное село предусматривает применение передовых стандартов планирования и градостроительства, внедрение умных систем, освещения, энерго- и теплоснабжения, транспорта, соблюдение экологических норм, использование зеленой энергии. Все 86 семей вынужденных переселенцев, которые переехали в село Агалы Зангеландского района, столкнулись с невиданными доселе условиями проживания. Село городского типа, которое обеспечивает их всеми условиями проживания. Их дома построены на основе инновативных строительных материалов, обеспечены бесперебойным водоснабжением, горячей водой, альтернативными источниками энергии, имеют скоростной интернет. Жители, взрослое поколение этого села, они обеспечены работой. Они не только будут иметь умное сельское хозяйство, но и умные производственные участки, инновативное государственное управление. Такие же умные села будут строиться и в остальных освобожденных территориях. Нам уже известно, что в Лачинском районе будут строиться такие же умные села. Мы получим огромный опыт с позитивными результатами, которые в дальнейшем можно применить и на всей территории Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алей в апреле заложил основу проекта, охватывающего села Агалы-1, 2 и 3 Зангеландского района. В работах также примут участие специалисты турецких, китайских, итальянских и израильских компаний. Отличие умного города от обычных городов заключается в электронизации всей инфраструктуры и создании большой базы данных. На основе этой совокупности информации, эффективность расходов и качество жизни населения повышается по всему городу. Сейчас во всем мире идет переход на цифру, на цифровую экономику. Да, может быть в цифрах ВВП это не так заметно, потому что ВВП просто считается в деньгах. В общем, неважно, как сделан продукт, главное его продать и получить выручку. Но переход на цифру и современная экономика, это, конечно, качество жизни. Соответственно, все инновации, которые есть в мире, я думаю, могут найти применение в Карабахе. Соответственно, качество людей, которые будут там жить, качество жизни, имею в виду, будет выше даже, чем в других регионах Азербайджана, потому что все с нуля построено и все на высоких технологиях. Одним из важных пунктов возрождения освобожденных территорий Азербайджана является участие в этом процессе иностранных компаний. Глава государства неоднократно озвучивал позицию Баку по этому вопросу и приглашал к работам на освобожденных территориях компаний всех дружественных республики стран. Сейчас перед Азербайджаном стоит задача восстановить полностью разрушенные села и города. И по состоянию на 1 января текущего года от предпринимателей, желающих открыть бизнес в Карабахе, поступило 1339 обращений, в том числе и 466 от зарубежных инвесторов из 37 стран. Армения потеряла возможность снабжать оружием свои незаконные вооруженные формирования, оставшиеся на территории Карабаха. Теперь все дороги, используемые для этих целей, находятся под контролем азербайджанской армии. Что думают по этому поводу в самой Армении, узнаем в следующем сюжете. В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги, вооруженные силы Азербайджана 30 марта взяли под контроль несколько господствующих высот на территории района. Теперь противоправные действия армянской армии и вооруженных формирований будут пресекаться еще оперативнее. Как и следовало ожидать, успешное продвижение вооруженных сил Азербайджана вызвало бурное обсуждение и негодование в Армении. Ноги в Ереване уверены, скоро на дороге из Армении в Карабах появится блокпост армии Азербайджана. В данном случае именно Азербайджан диктует условия. Армения не может вмешиваться в эти дела. Недавно власти Азербайджана заявили, что территория Армении составляет всего 29 тысяч квадратных километров. И даже они не могут считаться армянскими, ведь делимитации границ вовсе не было. Азербайджанцы могут спокойно находиться там, где им захочется. Что для нас может стать проблемой, так это возможный блокпост на границе. Если там появится азербайджанский пост, то таким образом они будут контролировать абсолютно все транспортные средства, направляющиеся из Армении в Карабах. Думаю, в ближайшее время они все-таки откроют там блокпост. Азербайджан уже давно и на официальном уровне предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией. Но она по-прежнему уклоняется от переговоров и без объяснения причин отказывается от этого предложения. Между тем, в Баку отказ Еревана расценивают как попытку и дальше использовать Лачинскую дорогу в незаконных целях. В том числе для перевозки оружия. В Армении все еще наивно верят в то, что покровительствующие ей страны будут защищать ее так называемые интересы. Правда, после каждого провала они в первую очередь обвиняют своих же союзников. Макрон в прошлом году писал, мы не оставим Армению. Я помню, я сам смотрел его интервью. Он говорил, мы не оставим Армению, мы стоим рядом с Арменией. Мы рядом с Арменией, плечом к плечу. Ну где? С какого плеча? Не видно. Прошел уже почти год. Понимаете, эти агитаторы, которые получают деньги для того, чтобы пудрить нам мозги, они не дают нашему народу осознать, в какой они находятся ситуации. Недовольны в армянском обществе и союзническими отношениями Еревана с Москвой. Очередную волну негодования вызвали новые, довольно интересные подробности о деятельности российских миротворцев в Карабахе. Так, армянские СМИ утверждают, что РМК неплохо зарабатывает на ситуации вокруг Лачинской дороги, которая якобы заблокирована. Миротворцы, как пишет газета «Гропарак», берут у армянской стороны около 10 тысяч долларов за доставку продовольствия или других товаров в Карабах. Армянские журналисты утверждают, что российские миротворцы и раньше брали за это деньги, но такса была намного меньше. Не нужно себя обманывать. Согласно договоренностям между Азербайджаном и Арменией, российские миротворцы размещены там на пять лет. Осталось всего два года до истечения срока их мандата. То есть с Карабахом мы распрощались еще в 2020 году, когда подписали этот документ. Отчаянные шаги ни к чему не приведут. А кто нас должен поддерживать? Армения словно рабская страна России. Русские держат нас в страхе уже десятилетиями. И об этом хорошо знают и на Западе. Нужно еще заслужить помощь. Не ищи того, что потерял. Какой еще Карабах? Какая дорога? Если у нас было бы более или менее нормальное руководство, мы бы не столкнулись с такой проблемой. Посмотрите, что творится в стране. Наше же руководство уничтожило страну. Мы уже даже в Ереване жить боимся. Еще более недовольны в Армении положением дел в Зенгизуре. Армяне, проживающие в условно-приграничной зоне на исторических землях Азербайджана, уже привыкли к азербайджанским флагам на высотах. Одни прогнозируют скорое совместное проживание с азербайджанцами, другие все еще грезят о реванше. Вон там стоят азербайджанские машины. Их техника спокойно работает. Где хотят, там поднимают свой флаг. Называют эти территории своими. А Пашинян пока спокойно живет в Ереване. Предлагаю ему приехать сюда. Пусть своими глазами увидит, как тут работают азербайджанские КАМАЗы. Мы постоянно слышим заявление Ильхама Алиева. Каждый раз он говорит, что азербайджанцы должны вернуться в Карабах, Зенгизур и Западный Азербайджан. Не могу понять, зачем они строят эту дорогу. Для того, чтобы отсюда отправиться в Нахчеван? Напомним, что азербайджанская армия взяла под контроль основные и вспомогательные дороги, а также обширную приграничную территорию между селами Джагазур и Забух Лачинского района. Эти пути Армения использовала для снабжения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе. В ночь с 1 на 2 апреля израильская оппозиция вновь организовала массовые акции протеста против судебной реформы, несмотря на решение премьер-министра Беньямина Нетаньяху приостановить утверждение проекта как минимум до лета. Крупнейшая демонстрация прошла в Тель-Авиве. Тысячи манифестантов начали шествие с центрального бульвара израильской столицы. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, требуя отмены судебной реформы в стране. Всего же акции протеста прошли в 150 населенных пунктах Израиля. Организаторы демонстрации подчеркнули, что продолжают проводить эти акции, потому что не испытывают доверия к заявлениям премьера и членов его Кабмина о паузе для поиска компромисса по судебной реформе. По мнению оппозиции, правящая коалиция лишь пытается выиграть время и сбить протестную волну. Массовые протесты в Израиле продолжаются уже в 14 неделе. Мы здесь для того, чтобы наше правительство знало. Мы не согласны на компромисса, если речь идет о нашей демократии и о наших правах. Я сама юрист и участвую в демонстрациях почти с первого дня. Никогда бы не подумала, что буду стоять на улице с рупором и выражать свой протест правительству. Несмотря на то, что Нетаньяху объявил о заморозке судебной реформы, мы понимаем, что это просто уловка. Они заявили, что якобы в скором времени коалиция с оппозицией начнут переговоры. Но я знаю, им верить нельзя. Сейчас критический момент для Израиля, для нашей демократии. Надеюсь, всенародные волнения лишь укрепят наше государство. Провальная политика Франции в сфере мультикультурализма в очередной раз нашла свое подтверждение на улицах Парижа. Так, накануне, во время непрекращающейся акции протеста против пенсионной реформы, французские полицейские совершили акт агрессии против журналиста марокканского происхождения на этнической почве. Подробнее расскажет мой коллега Самир Кулиев. Самир, здравствуй. Что же там произошло такое? Тельди, приветствую. Но для начала скажу, что провальная политика Франции в сфере мультикультурализма, кризис мультикультурализма во Франции, это не какое-то наше субъективное мнение или оценка. Это то, что подтверждает бывший президент Франции Николай Саркази. Он об этом заявил еще во время своего президентства в 2011 году. И вот с тех пор ситуация с мультикультурализмом в стране не улучшается. Как мы видим, она, напротив, с каждым годом все хуже. Сейчас, как известно, в Париже и в других городах Франции уже три месяца, как не прекращаются акции протеста. Эти акции протеста, они связаны с той пенсионной реформой, которую планирует провести президент страны Эммануэль Макрон. И, в общем-то, делает он это в обход национальной ассамблеи. И именно этот факт больше других возмущает население страны. То есть люди выходят миллионами на улицы. То есть в прошлый четверг, насколько я помню, 3,5 миллиона человек, так заявили профсоюзы, вышли на улицы городов Франции. И, в общем-то, люди настроены решительно. Это видно по вот этим кадрам. И, в общем-то, видно, что полиция, она не выбирает каких-то гуманных методов против людей. Она действует особенно жестко. Применяются и дубинки, и слезоточивый газ. И вот что самое интересное, что такие же меры, они применяются по отношению не только к населению и гражданам. Эти же самые меры, они применяются по отношению и к журналистам. Если вы внимательно посмотрите на кадры, то на кадрах можете увидеть журналистов как раз-таки в касках. То есть они уже, видимо, научены, приучены, что может быть какое-то насилие. Соответственно, надеваются на глаза очки, либо какие-то другие средства, которые могут защитить от слезоточивого газа. И вот один из таких фактов произошел буквально накануне. Это было 31 марта. Но этот случай, он еще имеет такой этнический окрас. Дело в том, что вот эти все кадры, которые вы видите, они сняты журналистом марокканского происхождения, то есть гражданином Франции Амаром Тауали. И этот гражданин, он является корреспондентом издания «Лупсайдер». И в один из дней, соответственно, как я уже сказал, 31 марта, когда он производил очередную съемку, произошел акт насилия в отношении него со стороны полицейских. Я предлагаю посмотреть кадры. Как раз на этих кадрах видно, он в очередной раз подходит с целью именно произвести съемку. То есть он занимается своей профессиональной деятельностью, но полицейские его отталкивают, и, как вы видите, они, в общем-то, применили слезоточивый газ в отношении него. Причем это было неоднократно сделано, даже после того, как журналист Амар Туали показал свою пресс-карту и объяснил, что он является журналистом. Но ему в ответ со стороны полиции прозвучали такие выкрики, что возвращайся к себе домой, возвращайся в свою страну. То есть вот именно вот этот вот момент, он, так скажем, уже не в первый раз происходит во Франции. То есть не первый раз, когда в органах власти или просто на улице происходят именно какие-то проблемы именно на этнической почве. Как мы видим, представители власти, опять же таки, вот вы видите эти кадры, опять же, применяют и спецсредства в отношении, опять же таки, журналиста. То есть как минимум можно было бы обойтись без применения спецсредств, можно было бы как-то вежливо попросить. Но, опять же, французские полицейские видно, что нарушают основной закон страны Франции. И, в общем-то, опять же, это абсолютно законное право сотрудника прессы снимать данные кадры. Помимо этого, французские полицейские видно, что все-таки превышают пределы, которые необходимы при разгоне демонстрации. Мы видели это на предыдущих кадрах, применяя против абсолютно мирных, невооруженных граждан такие вот спецсредства. Но это уже далеко не первый случай. Это далеко не первый случай. Есть другие случаи, которые тоже вызвали большой общественный резонанс во французском обществе. В частности, не далее, чем в ноябре 2022 года произошел такой вот конфликт в национальном собрании, в национальной ассамблее Франции. Если вы помните, тогда во время выступления депутата от партии «Непокоренная Франция» Карлоса Мартенса Белонга, вы его видите как раз на кадрах, депутат от ультраправой партии Григоарде Фурнас, он выкрикнул прямо в момент выступления, выкрикнул с трибун, что возвращайся к себе в Африку. И вот после этого национальные ассамблеи произошли, значит, по сути обсуждение прекратилось, то есть спикер-ассамблея, она сделала сначала паузу, пять минут, но когда увидела, что страсти только лишь накаляются, она и вовсе закрыла заседание парламента, то есть прекратила его, и заседание продолжилось только лишь на следующий день. Ну, данный случай, он действительно вызвал волну негодования, причем есть как сторонники, так и противники вот этого вот самого случая, потому что все-таки речь идет уже не об обычном каком-то гражданине Франции, а о депутате национального собрания. Напомню, это та самая национальная ассамблея, которая регулярно применяет различного рода заявления в отношении Азербайджана. И, в общем-то, как вы видите, в самой национальной ассамблее абсолютно нет единства, причем вот именно на этнической почве, то есть такого рода высказывания, ну, в общем-то, мне кажется, для страны, которая считает, что она является одной из лучших демократий, чуть ли не самой лучшей в мире, мне кажется, абсолютно неуместна, тем более, что речь, опять же, повторюсь, идет о парламенте страны. Ну, и это, конечно же, далеко не первый и не последний случай, и помимо этого есть ряд других случаев. Например, в июле 2022 года произошел случай на улицах Парижа, когда молодой, значит, человек, проходя по пешеходной дороге, и он, его внимание, видимо, было на телефоне, но случайно, как он потом признавался, и как потом это все выяснилось, он задел гражданку, и вот эта гражданка, которую вы видите сейчас на кадрах, она отреагировала довольно резко, то есть, несмотря на извинения, она сказала, что, мартышка, смотри, куда смотришь, вот прямо вот буквально дословно, и вот, в общем-то, вот опять же, на этнической почве, как вы видите, даже на расовой почве происходит регулярно во Франции такого рода конфликты. Но если вы посмотрите вот этот портал Ле Паризье, то есть, что переводится парижанин, там вы увидите на этом портале десятки подобных случаев, когда вот именно происходят конфликты на национальной, на этнической или на расовой почве. Конечно, во Франции есть конфликты и другого уровня, есть, конечно же, конфликты на религиозной почве, это, конечно же, в первую очередь всем известно, что во Франции довольно высокий уровень исламофобии, есть регулярно реакция на карикатуры, которые журнал «Шарли Хэбдо» выпускает. И, в общем-то, во Франции, конечно, видно, очевидно, что ситуация с мультикультурализмом действительно довольно сложная. Дело в том, что если у нас в Азербайджане мультикультурализм, он носит такой вот органический характер, есть два типа мультикультурализма, органический и имитационный. Вот у нас как бы и со стороны руководства страны декларируется, что у нас мультикультурализм, и внутри страны, среди населения этот мультикультурализм существует. Он в разные годы назывался по-разному, конечно, это и интернационализм, и космополитизм, и гостеприимство наших горожан. Обо всем об этом известно уже давно, но, в общем-то, в Азербайджане, повторюсь, ситуация с мультикультурализмом довольно органичная, а вот во Франции, как мы видим, все достаточно плохо. То есть государство вроде как позиционирует себя как мультикультуральная страна, но на деле мы видим постоянно вот такого рода случаи. Талия, у меня на этом все. Спасибо большое за такой интересный расклад. Я напомню о кризисе мультикультурализма во Франции, рассказал мой коллега Сан Меркулиев. Президент Ирана заявил, что ношение хиджаба является законом, и каждый, кто нарушит его, будет жестоко караться. С подобным заявлением Ибрагим Раиси выступил, комментируя видео, на котором мужчина бросает йогурт у женщин без хиджаба. Иранский президент заявил, что каждая девочка и женщина в его стране обязаны покрывать голову. В заявлении Министерства внутренних дел Ирана говорится, что чадра является одной из цивилизационных основ иранской нации, и в этом вопросе страна не намерена отступать, либо проявлять терпимость. Закон об обязательном ношении хиджаба был введен в Иране после революции 1979 года. С тех пор женщины обязаны покрывать голову и носить объемную одежду, чтобы скрыть фигуру. Нарушители сталкивались с выговорами, штрафами и арестами. В сентябре 2022 года, после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, женщины в Иране вновь стали выражать свой протест против этого закона. Есть люди, которые говорят, что не разделяют нашу веру и считают, что ношение хиджаба – это лишь прихоть. Однако это не так. Ношение хиджаба – это обязательство каждой девочки и женщины в Иране. Несмотря на все наши попытки убедить людей в этом, все еще находятся те, кто не соблюдают правила. Сейчас у нас есть юридический мандат, который обзывает всех женщин носить хиджаб. Так что это уже закон, следовать которому обязаны все, и нарушившие этот закон будут жестоко караться. Парламентские выборы начались в Финляндии. По их результатам будет определен состав однопалатного парламента. Их с 200 депутатов на следующие 4 года. Сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Финны будут выбирать из 2424 кандидатов от 22 партий. Это на 44 политика меньше и на 3 партии больше, чем на предыдущих выборах. В ходе досрочного голосования, проведенного 22-28 марта, свою позицию уже выразили 39,8% жителей. Это новый рекорд страны. Предыдущие выборы в парламент Финляндии прошли весной 2019 года. По их итогам было сформировано правительство из представителей 5 партий. Это победившая социал-демократическая партия и финляндский центр, а также малый коалиционный союз зеленых, левый союз и шведская народная партия. В Болгарии сегодня досрочно выбирают депутатов Народного собрания однопалатного парламента 49-го созыва. На 240 мест в парламенте претендуют представители 14 политических партий, семи коалиций. По данным Центральной избирательной комиссии, за депутатские мандаты борются 4566 человек. В связи с массовыми рассылками электронных писем, с угрозами о минировании школ, которые продолжались практически всю минувшую неделю, все участки для голосования 1 апреля были проверены и взяты под охрану полиции и жандармерии. Практически все лидирующие политические объединения в период предвыборной кампании выступали в поддержку расширения сотрудничества Болгарии с ЕС и НАТО за поставки оружия Украине и продолжение антироссийских санкций. В Черногории также стартовал второй тур президентских выборов. В борьбе за пост главы государства участвует действующий президент Мила Джуканович и представитель движения Европы сейчас, бывший министр экономического развития Яков Милатович. По результатам первого тура выборов, состоящегося 19 марта, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович – 28,92%. Несмотря на отставание от действующего президента, в первом туре именно Яков Милатович является фаворитом второго тура. Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно Конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Евросоюз работает над законопроектом, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и академические учреждения раскрывать данные о получении финансирования за пределами ЕС. Работа над документом находится на стадии голосования. Ожидается, что в мае будет представлен первый вариант законопроекта. В теме разбиралась моя коллега Слатына Мирзаева. Здравствуйте, Слатын. Пожалуйста, тебе слово. Добрый день, Телли. Разрабатываемый в ЕС закон не сокоснется простых граждан. Однако все коммерческие и некоммерческие организации будут обязаны сообщать о любых полученных средствах из-за рубежа, вплоть до грантов за научную деятельность. Ряд неправительственных организаций ЕС уже получил анкеты, в которых они должны подробно указать их источники финансирования за пределами ЕС. Представители неправительственных организаций опасаются негативного влияния на демократию в странах Евросоюза. Сейчас законопроект находится на ранней стадии согласовывания, а пока эксперты спорят о возможных причинах, вызвавших его необходимость. Так, по мнению аналитиков информационного агентства политика, используя данный закон, ЕС сможет вести борьбу с российскими хакерскими атаками, влияющими на результаты выборов в странах ЕС, а также регулировать гранды, предоставленные европейскими университетами со стороны Китая, с целью повлиять на риторику в сфере прав человека. В ряду причин также указывает коррекционный скандал «Катаргейт», фигурантами которого стали депутаты Европейского парламента. Их подозревали в получении взяток до 140 тысяч евро от Катары и Марокко, в обмен на лоббирование позиций стран в Европарламенте. Соответствующий фонд для законопроекта создала еще в сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон Дарлиен, объявившая о пакете мер по защите демократии. Тем не менее, готовящийся закон об инагентах уже вызывает немало споров. Существует разногласия между Брюсселем и Венгрией относительно данного законопроекта. По основным вопросам Венгрия солидарна со странами ЕС, и мы готовы это продолжить. На мой взгляд, все же необходимо регулировать деятельность неправительственных организаций, которые спонсируются со стороны иностранных фондов или агентств. Так можно будет добиться прозрачности, узнать мотивации неправительственных организаций, законности их деятельности и таким образом развивать национальную безопасность. Как бы парадоксально ни звучало, я считаю, что общество тоже поддержит данный закон, потому что он повлияет и на развитие общественного доверия. Интересно, что ЕС выступил против рассмотрения аналогичного закона в парламенте Грузии в марте 2023 года. Речь идет о двух законопроектах об иноагентах, автором которого выступило общественное движение «Сила народа». Первый вариант закона прозрачности иностранного влияния говорил о признании иноагентами НКО и СМИ, свыше 20% финансирования которых поступает из других стран. Уклонение от данного закона подразумевало штраф в размере около 10 тысяч долларов. Второй же вариант законопроекта касался не только юридических, но и физических лиц. Однако ни одна редакция не устроила грузинское общество и оппозицию. После массовых акций протеста в Тибелисе, собравших десятки тысяч демонстрантов, власти решили отозвать оба законопроекта. По мнению аналитиков, на решение властей также повлияли угрозы председателя Европарламента Жозеппе Борреля о закрытии дороги Грузии в ЕС в случае введения в стране практики создания списков агентов влияния. Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Окончательное принятие документа может иметь серьезные последствия для отношений Грузии и ЕС. Принятие данного закона противоречило бы и демократическим ценностям НАТО. Так считает генсек НАТО Йенс Толтенберг, который поприветствовал отзыв депутатами парламента Грузии законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Я приветствую решение парламента Грузии отозвать законопроект об иностранных агентах и влиянии, поскольку он несовместим с североатлантическими ценностями и защитой основополагающих свобод. Я призываю политических лидеров Грузии к совместной работе над необходимыми реформами. Грузинский народ четко сказал, что хочет демократического процветания Грузии и ее интеграции в евроатлантический регион. НАТО продолжает оставаться партнером в этих устремлениях. Не секрет, что Соединенные Штаты в Закавказье и в кавказских бывших республиках СССР и не только, и в Центральной Азии. Ее почему-то называют Средней Азией, но она вообще центральная. Влияние Соединенных Штатов и интересы Соединенных Штатов достаточно серьезные. Ну и для того, чтобы не ограничивать себя и не ставить себя под контроль хотя бы формальной своей организации, которая там работает, естественно, они выступили в поддержку большинства населения, ну или той части населения, которая выступала против принятия этого закона. Закон об иноагентах – не новшество для многих стран. Он уже действует в Австралии, Израиле, в России, а также с 1938 года в США. Уже почти вековой американский закон об иноагентах ФАРА обязывает лоббистов, работающих на иностранные правительства, проходить регистрацию и давать отчеты о финансировании раз в полгода. На НПО данные установления не распространяются. Российский же закон, принятый в 2012 году, признает иноагентами любую финансирование, финансируемую из-за рубежа некоммерческую организацию, СМИ, а также физическое лицо. Российский закон, он гораздо более примитивный, он, так сказать, ну в хорошем смысле примитивный. Он просто запрещает и все. В Соединенных Штатах там есть в отношении радиостанций, сколько процентов каких может иметь иностранное государство. Есть организации, которые освобождаются от действия этого закона. Это в основном научные, художественные, культурные, общественные организации. В России, в принципе, уголовного прямого такого наказания нету за нарушение этого закона, но есть штрафы, есть соответствующие наказания в административном плане, вплоть до закрытия этих организаций, что мы, собственно, и видим. За нарушение данного закона в США можно получить до пяти лет тюремного заключения. Российский аналог подразумевает уплату штрафа от двух тысяч до одного миллиона рублей. На сегодняшний день в списке ФАРа находятся уже 413 организаций и частных лиц, а в российском реестре зарегистрировано 493 физических и юридических лиц. 99% из них – это журналисты, независимые СМИ и НКО, занимающиеся правозащитной деятельностью. Тем не менее, вековой опыт механизма лоббирования Америки трудно перенести на Грузию, Россию или Евросоюз. Относительно последнего прогнозируется появление споров на почве национальных интересов и неоднородности ценности стран-членов организации. Ведь в данный союз входит 27 государств. Удастся ли организации выработать единый закон, который придется по душе всем членам ЕС, станет известно в мае месяце, когда будет опубликован первый вариант законопроекта. А мы будем следить за развитием событий. Передаю слово тебе, Телин. Спасибо большое. О новом законопроекте ЕС рассказала моя коллега Салатына Мирзаева. До 26 человек увеличилось число погибших в результате обрушившихся на несколько штатов США штормов, сопровождавшихся десятками торнадо. По данным местных СМИ, в результате стихийного бедствия, охватившего 8 штатов, разрушены жилые дома, ряд объектов инфраструктуры, среди которых школа, церковь и театр. Стихия сравняла с землей ряд населенных пунктов. Продолжаются поиски уцелевших. Наибольшее число погибших зафиксировано в Арканзасе, Индиане и Теннессе. В северную часть акватории Каспии, на территории Сиазанского района, в море выпущены мальки лосося. Цель акции организована именно экологией и природных ресурсов. Поддержка восстановления редких видов рыб и стабилизации их популяций в Каспии. В рамках работы по восстановлению и увеличению рыбных ресурсов за последние два года в водоемы Азербайджана в целом было выпущено до трех миллионов мальков. И эта акция продолжается. По мнению экспертов, чтобы добиться прироста рыбных ресурсов, необходимо бороться с ловлей рыбы запрещенными способами и в запрещенное время. К этому часу пока все. До встречи в следующем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова